Вот. И сейчас я вас очень коротко, так как вы уже опытные игроки, познакомлю с правилами. Я даже не познакомлю, а напомню эти правила. Так, я подключаю видеоряд с правилами. Вот. Значит, игра называется «Котовое слово 15-17». Задача, основная цель игры в том, чтобы распределить имена агентов, ну, то есть кодовое слово. И я сейчас назову команды. Значит, команда «6-Н» по повеске с Владимиром Николаевичем. Это команда «Красные», вы знаете, вы красные. И команда Екатерины Сергеевны «6-С», вы команда «Синие». Вот. Вы знаете, что команда «Ходит первой», да, у которой больше «Синие». Предназначена для игры «Синие» и «Ходят первые». И капитаны команды дают подсказку. Капитан команды дает подсказку. Она состоит из одного слова «Ассоциации», которое может объединять несколько слов. И количество, то есть часа, количество слов, объединяемых этой «Ассоциацией». Вот. Ну, например, вы уже все поняли, да, что это, например, слово «балет», оно объединяет такие слова, как «пачка» и «танец». А вторая подсказка – это два слова. Избегайте впадания на черное слово. Вы тоже о нем уже, наверное, слышали. Капитаны по возможности должны подводить команду от 100 к черному слову. Правила для капитана. Со всеми капитаны могут произносить только одну подсказку. Одно слово и число. Ничего другого, ни комментариев, ни вопросов, ни вопросов. Даже если игра, раунд, где-то не закончилась, капитан произносить не может. Подсказка должна состоять только из одного слова, которое может представлять собой любую часть речи. Это может быть очень значительная, предпогательная глагол или любая другая часть речи. Нельзя использовать понятие, выразив под двумя словами. Нельзя сказать «дед», «мархоз», «ну, вот», «баба», «яга», «день рождения» и так далее. Хотя они выражают что-то один-один объект, но правилом «пачка» нельзя. И если капитан нарушает молчание, команда предупреждается, и баллы в этот раз переходят к команде сопернику. А если второй раз, команда дисквалифицирует, и ей присваивается статус. Вы уже знаете игру, капитан дает подсказку, дальше предупреждает нам микрофон, чтобы даже неосознанно не произнести никаких звук. И игроки дают хотя бы один ответ. После неправильного ответа кто-то приходит к команде, или после того, как игроки используют все свои подсказки. Если выпадает черное слово, то игра заканчивается, и выигрывает тот, кто быстрее зададывает все слова. Я думаю, что на этом все. Желаем вам удачи. И если у вас есть вопросы, то сейчас как раз время, чтобы их задать. Если вопросов нет, я обращаюсь к капитанам. Я сейчас генерирую игровое поле, и в личном сообщении вышло вам поле для капитанов, табличка для капитанов. Напоминаю капитанам, что это консидентальная информация, и эту табличку, кроме вас, никто не должен видеть. Иначе смысл игры абсолютно уничтожается, игра должна быть честной. Вот поэтому этот вопрос будет уничтожен дальше. Читается подождать буквально минутку, даже меньше. Я генерирую игру. Игру. Проверяю слова. Так, к сожалению, эти слова. Эти тоже. Первый раз такое, два игровых поля. Игра не хочет. Все, отлично. Я отправляю ссылку к капитану. Так, Владимир Николаевич, вы должны сейчас получить. Сейчас. Да, спасибо. И сейчас я выведу на экран поле игровое, чтобы его могли видеть команды. Я знаю вам, что на этом поле есть четыре полетов. И чейные слова на белых карточках. Красные слова. Это два класса команды. Синяя слова. Слова синие команды. И черное слово, от которого мы должны держаться подальше. Включаю. Идет такая, чтобы она мешала. Видимо. Итак, ребята, вы видите перед собой игровое поле и те слова, которые вы должны отгадать по ассоциациям. Первый начинает с факта правления, Владимир Николаевич. Вот. У вас больше слов и больше ходов. У нас еще есть правило плюс один. Но об этом правиле я расскажу в процессе игры, вот, начиная со второго раунда. И вы будете сами решать, использовать это правило или не использовать. Это шанс. Так. Слово капитану красной команды, Владимиру Николаевичу. Ваши подсказки. Так, ребята. Обществознание 2. Команда красной. Долг, право, право. 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 Право, да. И герб. Долг, право, герб. А, там только два, да? Да, капитан назвал Обществознание 2. Давайте всегда точно право. И долг. И долг. Да, давайте долг. Давайте, значит, первое слово какое мне открывать? Право. Право. Я открываю слово право. Вот. И теперь команда, второе слово у вас еще достаточно. Нет, давайте герб, герб, герб. 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 Долг. Нет, герб. Долг. Долг. Долг, долг. Итак, какое слово мне открывать? Саша, давай герб. Долг – это не Обществознание. Вот герб – это связано со страной, вообще-то, как бы. А долг – это личное уже, это не Обществознание. Отвечай. Герб. Все согласны. Все согласны. Открываю герб. Да. Открываю слово герб. И это тоже ваше слово. Молодцы. С успешным раундом вас поздравляю. И перехожу к команде денег. Екатерина Сергеевна, там ваше слово. Шестой С слушает и готовится к посетению. Больница – два. Палата, мне кажется. Палата. Палата и... Может, рак? Ну, еще, может быть, ясли. Ну, мне кажется, первым надо открыть палату. Да, мне тоже кажется, что первая палата... Ну, да, палата, а второе слово. Слово палата – это ваше слово. Второе слово, какое у меня открытое. Давайте... А, мне кажется, еще снимок. Снимок, может быть. Я так тоже думаю, снимок. Да, снимок. Итак, я открываю слово «снимок». Правильно? Да. Да. И это ваше слово. Вы большие молодцы. Итак, сейчас я рассказываю про правила «плюс один». Вот, значит, та команда, которая отгадала полностью подсказку капитана, неважно, один, два или три, она имеет право открыть еще одно слово по предыдущим подсказкам. Но сейчас у вас еще предыдущих подсказок очень мало. Это только одно общество знаний в праздных и только больницам в СИИ. Поэтому выборов в подсказках нет. Вот. Что это значит? Это значит, вы должны воспользоваться подсказкой. Ну, например, я сейчас говорю как пример. Я не вижу табличек капитана. Я вижу его точно так же, как и команды. Ну, например, если я говорю там, я пользуюсь еще одной подсказкой, ой, подсказкой больницы и открываю слово «рак». Что, какие последствия могут быть? Слово «рак» может оказаться вашим словом 25%. И тогда вы молодцы. Слово «рак» может оказаться белым словом, тоже 25%. И тогда никто не выиграл, никто не проиграл. Слово «рак» может оказаться словом «красных». И тогда вы принесете очко, которое очень много значит в команде «красных». И слово «рак» может оказаться чумным. И тогда игра закончится моментально вашим поражением. Поэтому вы можете каждый раз, я вас буду спрашивать, используете ли вы подсказку, но вы должны взвесить все эти линии. Команда должна принять решение самостоятельно без своего капитана, только в быстром совещании между собой. Значит, сейчас в первых раундах я, пока мы не используем, потому что у нас по одной подсказке. со второго раунда вы можете подумать над этим рискованным, ну, все-таки рискованной, но все-таки возможностью. Вот переходим по мате. Вадимир Николаевич, ваша подсказка. Так, водоем, два. Река. Река, Саль. Все. Река, да. Итак, я открываю слово «река», правильно? Да. Первое слово «не открывать река». И это «рак». Нет, давайте «рак». И второе слово. Давайте «рак». «Залив», «залив», «залив». Паша, он же ведь сказал «водоем». Рак – это не водоем, это животное. Там водоем живет. «Залив». Ну, ладно, как хотите. «Залив». Лучше «залив». Удачи. Так, ты решили «залив». Мне открывать слово «залив»? Да. Да. И «залив». Ой, так-так, Саша, да ну. Мне кажется, «рак» — ты. На самом деле, ребята, не расстраивайтесь. Когда, например, я открывала слово «залив», я была уверена, что оно «водоем». Поэтому не расстраивайтесь. Так, переходим. Выходит ход к «синим». Ваше слово, Екатерина Сергеевна. Ваша подсказка. Страна 1. Итак. Англия. 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 Я открываю. Мы можем воспользоваться 1 плюс 1, да? Да, вы можете воспользоваться 1 плюс 1, но учитывайте риски, что это ровно 50 на 50. Давайте не будем использовать. У нас вообще информации нет. Поэтому давайте не будем использовать. Да, мы все угадали, все, что мы. Давайте не будем. А другая команда идет впереди. Тогда вот можно. Ну, я видела и команду, которая использовала эту подсказку. Им удивительно везло. Это везение просто. Они попадали в свои. Так. Так. Ход переходит в команде «Красных». И я жду подсказку от Владимира Ивановича. Свадьба 2. Так, шестой «Н». Венец. А венец. Роза. Венец и роза, да. Роза. Венец. Да, роза и венец. Итак, я открываю. Венец. Венец. По первому слову «венец». Час. И это ваше слово. Молодцы. Второе слово какое мне открывать? Ну, роза. Роза. Согласна, да, команда? Я открываю слово «роза». Это слово «белое». То есть вы не проигрываете, но вы и не выигрываете. Здесь остается все как есть. Итак, ход переходит по команде «Си». Дает подсказку команде шестого «С». «Электропередача-2». Вас было плохо слышно. Например, я не расслышала. Я тоже не услышала. Я тоже не услышала. «Передача-2». Еще раз, пожалуйста. Вы сначала включите, а потом уже… «Передача-2». 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 «Электропередача-2». «Понятно-понятно. Пробка и линия, наверное». «Пробка…» «Столб и линия, наверное». «Да, возможно, столб и линия». «Может быть, столб и линия». «Электропередача-2». 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 Вы готовы? Какое мне слово открывать? А если это экран? Он же тоже там электричество сидела. «Электропередача-2». «Электропередача-2». «Нет?» «Давайте линию, столб открыть. Что мы открываем? Можно столб. Первое слово – это столб. Согласна команда? Да. Да. И это ваше слово. Молодцы. Второе слово? Линия. Ну, линия, наверное, линия. Я открываю слово «линия». Да. И это тоже ваше слово. Молодцы. Так, плюс один будете использовать? Ну, я думаю, тоже нет, потому что у нас опять нет никаких подсказков. Я думаю, нет. Правильно. Так. И теперь переход хода команде «красных». Владимир Николаевич, ваше слово. «Пробка». «Затор-2». «Пробка». Так, ребята, обсуждаем. Продолжаем открывать мне слово «место». «Пробка». 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 У вас осталось 28 секунд. Может быть, ружье? Вы отгадали слово «пробка» в ассоциации к слову «затор» и у вас еще одно слово. Давайте место. Давайте место. Открываю слово «место», правильно? Правильно. И это ваше слово. Вы молодцы. Вы будете использовать шанс плюс один? Так, ну, значит, не будете. Команда, ход переходит к команде синих. Екатерина Сергеевна, ваше слово. Телевизор один. Мы правильно услышали «телевизор один». А, телевизор «экран». А, телевизор «экран». Экран, экран. Экран, экран. Я открываю слово «экран». Да. И это ваше слово. Ход переходит к команде красных. Ребята, сосредоточьтесь. Ребята, сосредоточьтесь. Слушаем вашего капитана. Пожалуйста. И как-нибудь поактивнее. Шестой «эн». Вы куда-то пропали. Армагеддон один. Пришелец, естественно. Стоп. Наверное, пришелец. Это пришелец или культура? Пришелец. Пришелец. Вы смотрели слово? Вы смотрели фильм о Маркетон? Метеор. Метеор или космический? Метеор. Метеор. Так. Я открываю слово «метеор». Правильно? Команда, вас не слышно. Открываю слово «метеор». Не знаю. И это слово «красных». Хотя оно красиво по Маркетону. Давайте попробуем плюс один. Все равно, мне кажется, у нас не получится плюс один, потому что у нас тут должно быть плюс два, а не плюс один. Понимаете? Понимаете, без всяких пессимистических настроений. А вдруг команда не угадает сейчас оставшееся слово? Поэтому, мне кажется, это сейчас… Это трудно угадать здесь будет, если им одно слово надо. Тот самый случай, когда не изменит ничего, если вы попробуете. Ну вот сами подумайте. Давайте плюс один и кто-нибудь везучий. Свадьба. Молодец. Молодец. Свадьба, да. Это слово «долг». Долг. 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 Свадьба и долг. Команда согласна, шестой «Н», что это слово «долг». Да. Свадьба и долг. Я вас сейчас не слышу. Я услышала слово «долг». Я открываю слово «долг». Да. Открываю. И это ваше. Ай, пареньки. Там же… Ладно. А вы можете показать, пожалуйста, всю таблицу капитанов? Свадьба, защити мир от зоны, вступай в ряды «Долг». Вам что показать? Ну, все слова в противоположной планте. Еще раз, что вам показать? Ну, или просто сказать, какие слова были у противоположной команды. Каких не хватало двух слов. Рак. Сейчас одну стучку покажу. Так, видно? Нет. Ну, вы видите сейчас, что у меня экран изменился или нет? Нет. Сейчас. Так. Вот так вам видно, правильно? Да, да, да. Итак. Видно было. Рак и венец? Не хватило. Рак – это понятно. Спасибо. Рак и венец. Ну, почему? Ну, почему? Правда, не хватило. Венец вы отгадали. Мы не отгадали. Лот и рак. А свадьба лот при чем? А лот я не говорил свадьбы, я говорил это венец и место. Такая ассоциация. А рак, почему-то мне показалось водоем, потому что раки в реке живут. Ну, и правильно показалось, что у кого-то была такая версия, кто-то настойчиво хотел рака связать с водоемом. Это игра, ребята. Я поздравляю команду синих. Я благодарю команду красных. Вы мужественно сражались и даже воспользовались плюс один, хотя видите, как она работает. Я думаю, что мы еще будем продолжать такие вот онлайн игры. С удовольствием вас пригласим. Вы можете воспользоваться возможностью и поиграть, потренироваться между собой в эту игру. Она в открытом доступе, и это тоже достаточно интересно, эта игра интеллектуальная. Я благодарю наших капитанов замечательных, показавших профессионализм и умение донести до ребят информацию. Спасибо, Елена Игоревна, зовите еще раз. Да, с удовольствием, с вами было здорово. Спасибо большое. Всем до свидания. До свидания. Спасибо за это. Всем до свидания. А завтра еще одна игра будет, да? Елена Игоревна ушла, но я у нее спрошу, но мне кажется, что у нас две игры было сегодня, нет? Ну, сегодня две игры и вроде еще завтра должно быть. Но я у нее спрошу сейчас. Все, ребята, все молодцы. Всем до свидания. Всем до свидания. Всем до свидания. Всем до свидания. Я смогу сказать… У нас все мило.